Здоровый интерес Поближе немножко микрофон, подвиньте, вам будет удобнее. Расскажите, пожалуйста, для нас новое слово «окулерист». Мы привыкли к словам офтальмолог, окулист, но я знаю, что это слово во всех европейских языках в Америке известно всем. Расскажите, пожалуйста, клайпичанам, что же это за доктор такой, кто же он такой? Окулист – это специалист, который занимается проблемами глазного протезирования, изготавливанием искусственного глаза или это изготавливание специальных средств для полости глаза. А также окулист может быть хирург, который специализировался на пластических и реконструктивных операциях на глазной полости. О, как интересно! То есть это очень широкая область, которая охватывает не только протезирование, как нам могло показаться сначала, а каким людям может понадобиться протезирование? Какие люди обращаются с какими проблемами к окулиристам? Ну, такие проблемы, когда человек становится нашим пациентом, в основном есть, первое, это причина заболевания, последней степени, допустим, глаукомы, когда необходимо выбирание глаза. Второй повод серьезный – это травмы. Вот как не смешно, это всегда Новый год, пиротехника, всякие другие неосторожности. И третья большая причина – это врожденные проблемы. Нередкий случай, когда рождаются дети или с неполноценным развитым глазиком или вообще без глаза. А можно ли протезировать сразу детей? Бывает ли такое? Да, да. Самый юный пациент у меня был 14 дней. Ох, ничего себе! Две недели. Это был врожденный анафтаум двухсторонний, то есть не было оба глазика, пустые глазницы. И для того, чтобы в этот период, когда ребенок начинает быстро развиваться, быстро расти, в том числе и кости головного черепа, мы должны ставить адекватные протезы, часто их менять, чтобы не давать отставать в росте вот этим зонам лица. Это очень серьезная проблема, я думаю. Хорошо, мне хотелось бы немножко сейчас вернуться назад и помочь нашим слушателям узнать о вашей личности. Кто вы? Почему вы выбрали такую профессию? И в чем составил ваш большой опыт жизненный, профессиональный? Как вы прошли этот путь? Потому что я знаю, что вы работаете во многих странах, в том числе в Литве вы, кстати, известны. Вильнюс вас прекрасно знает, Каунас больше 20 лет вас знает, и вот только Клайпеда сейчас вас узнала. Я знаю, что вы ездите в Москву и во многие другие страны, не буду перечислять, вы сможете это сделать сами. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте, где вы учились, как вы выбрали эту профессию? Когда-то, очень давно, я закончил фельдшерское училище в Риге. Уже, вообще-то, готовился поступать в Медицинский Рижский институт, работал на станции скорой помощи. И как-то в один прекрасный день меня пригласили в министерство, и вот предложили ехать в Москву, институт имени Гемгольца, глазных болезней, и вот предложили, да, такое... Как подающему надежды врачу. Ну, наверное, наверное. Конечно, я не сразу понял, о чем есть речь. И когда я уже ехал в Москву, и даже в поезде, уже с чемоданами, да, я еще старался осознать до конца, что же это все такое будет. Потому что это был, ну, как в те времена, какой-то указ, приказ, человек, поезд и вот так. И вперед. Да, да. То есть мечты у вас не было стать именно врачом в этой специализации? Нет, 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 нет. Потому что я, вообще-то, я не знал, что это такое. И как, вот, допустим, сегодня я знаю, что многие медики, многие глазные врачи не совсем знают, что такое глазной протез. Вот так. Именно так. Так что совсем не удивительно, что я тогда про это мало, совсем мало знал. Вы отправились в Москву, там вы начали учиться. Когда же наступила эта любовь между вами и этой профессией? Да, был такой момент. Это был, по-моему, 87-й год, когда был период стагнации, да, еще в воздухе не было ничего. Все еще дружили. Да, но когда я начал учиться, первые практические занятия, было, я могу совсем сказать точно, был момент, когда я понял, что это будет работа мне на всю жизнь, что у меня будет клиника. Да, и я вот прямо сейчас должен начать очень усердно учиться. То есть этот путь вам надо будет пройти. И этот путь, я так понимаю, что этот момент был переломным. Вы после этого уже поняли, что у вас есть сверхцель и стали к ней двигаться. Да, да, и это продвижение как-то, ну, вы знаете, когда есть такое, ну, как сказать, богоугодное или такое судьбоносное, тогда дорога как бы стелится. Да, и без всяких задержек я закончил обучение, я прибыл в Ригу, началась перестройка. Я еще два года проработал в республиканской больнице Страденя. И потом, когда вышел такой, ну, закон об частном предпринимательстве, индивидуальных предприятий, я, по-моему, был клиент номер один в своем министерстве с просьбой выдать мне сертификат на вот частную такую деятельность. С тех пор вы стали вести частную деятельность и ведете ее до сих пор очень успешно. А где чаще всего вам приходится принимать пациентов? Ну, в основном я работаю в Риге. Филиал у нас есть Венспилс и Сигулда. В Сигулде, она очень красивая, этот филиал Сигулде, и потому мы там принимаем в основном детей и иностранцев, в том числе истовцев, истонцев. Приезжают, я знаю, очень много людей со всей Европы едут к вам. Да, но сейчас я могу сказать, что второе, совершенно адекватное по числу и по времени, можно сказать, что я работаю в Литве. То есть в Литве тоже есть огромное количество людей, которые обращаются к вам, которые ищут такой помощи и, соответственно, находят вас. Таким образом вы оказались и в Клайпеде. Друзья, мы рады вам сообщить, что сегодня этот удивительный врач Валдис Валтер будет принимать и в Клайпеде. Клиника ВНТ предоставляет такую возможность, поэтому если вы захотите записаться на прием, а я думаю, что немало людей, которые сейчас нас слушают, действительно понимают, что это тот человек, к которому стоит обратиться, то проспект Тайкос 141А, клиника ВНТ на втором этаже, она находится. Сегодня доктор будет принимать с 16 до 19 часов, ну а записаться можно по телефону регистратуры клиники ВНТ 433435. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу, после чего мы вернемся, потому что тема очень обширная, очень большая, и я думаю, что мы сможем раскрыть ее наиболее широко, поэтому оставайтесь с нами, это Радио Радуга. Друзья, напоминаем, сегодня в ток-шоу «Здоровый интерес» и очень интересный гость, окулерист, специалист по глазному протезированию. Валдис Валтер, он приехал из Риги и сегодня будет принимать в Клайпеде, и, конечно, мы не могли не воспользоваться моментом, чтобы не расспросить его о его прекрасной работе, интересной работе и такой нужной работе. Мы успели поговорить о вашем карьерном росте, о вашем пути жизненном, хотя, я думаю, здесь вы много могли бы рассказать тоже интересных случаев, как, что, как вы выходили на другие города, на другие страны, но сегодня вы в Клайпеде, и, конечно, мне очень хочется все-таки приблизиться к вашей непосредственной работе. Валдис, вот глазной протез, в каких случаях надо его носить, почему? Мы уже узнали, почему бывает нужда, да, то есть это травмы, как вы сказали, это врожденные проблемы, это глоукома, а вот в каких случаях его надо делать, носить, и что происходит, если человек его не носит? Про новорожденных я вроде бы конкретно сказал, да, это необходимо обязательно носить и изготовлять адекватные глазные протезы и менять их не реже, как два раза в год, в некоторых случаях даже чаще. В ситуациях, когда пациент теряет глаза или часть глаза при травмах, обычно протез мы ставим послеоперационную форму уже примерно на четвертый-пятый день, может быть, на шестой, и где-то через два месяца надо менять уже на протез, который индивидуально изготавливается на постоянное употребление носки. И третий случай при болезнях очень похожий, да. Что получается у нас, если пациент, допустим, не носит протез? Да, вот в такие моменты. Если люди говорят, ну, я там, я старый, я на деревне, зачем мне надо, это такой ситуации, то тогда я могу сказать так, что без глазного протеза пациент фактически не может жить, ну, больше, чем, допустим, две-три недели, потому что при пустой полости довольно быстро начинается сморщивание слизистой оболочки глазницы, начинается сморщивание и начинается заворот верхнего и нижнего века. А это значит, что ресницы заворачиваются вовнутрь, они также, рефлекс моргания сохраняется, и очень сильно начинает раздражать глазницу и ближайшие органы. Может возникнуть воспаление? Воспаление очень быстро возникает, покраснение, гнойные выделения, обширные гнойные выделения, обширные воспаления, и очень быстро прогрессирует зарастание орбиты, просто зарастание. Когда уже без помощи, допустим, хирургического вмешательства, решить эти проблемы нельзя, потому что там рядом находятся и слизоточивые органы, которые повреждать, но никак нельзя. То есть я правильно понимаю, если глаза нет, то это не значит, что нет слизистой, нет ресниц, нет слезных протоков, это все остается, то есть оно должно функционировать? Именно так, и глазной протез должен быть настолько функциональный, чтобы все органы сохранять свои функции. То есть это не только для красоты, скажем простым языком, делается, это еще делается для здоровья, для того, чтобы могли функционировать. Тем более, я понимаю, наверное, редко достаточно, хотя мне сложно сейчас предположить, поправьте, если я не права, когда ставятся оба глазных протеза, чаще всего это потеря одного глаза, и, соответственно, идет речь о сохранении еще и второго. Да, да, вы правы. Процент пациентов, у которых отсутствует оба глаза, ну, довольно маленький, и в основном пациент должен заботиться о здоровье второго глаза, потому что, как мы знаем, да, по книжкам анатомии зрительные нервы, они где-то в голове соединяются, и эти воспаления, которые мы можем получить, эти воспалительные процессы, они по зрительным нервам могут дойти до этого места соединения и возвратиться уже обратно к здоровому глазу. А какие могут быть противопоказания при вставлении протеза, есть ли они вообще? Противопоказаний нет. То есть они показаны абсолютно всем, это, наоборот, ведет к тому, чтобы функционировал человек. Я хочу сказать, что это есть, в принципе, обязательная процедура протезирования пациента после потери глаза или часть глаза, или, ну, в рожденных проблемах. Хорошо, у меня тогда такой вопрос. Из каких материалов изготавливаются эти протезы? Как это делается? Кто это делает? Как это все происходит? Мы работаем, во-первых, с лучшим стеклянным материалом в мире. Это есть криолитовое стекло, которое исходит из фирмы Лауша. Этой технологии уже примерно 200 лет. Это есть самый физиологический материал для того, чтобы изготавливать глазной протез, который по своим составам самый приближенный к живому глазу. Материал настолько хороший, что когда мы с ним начали работать примерно больше, чем 10 лет назад, в Литве, в Латвии, в Эстонии, где мы тоже работаем, в принципе, в течение года пропали абсолютно все воспаления полости. Фантастика. Да, потому что до того воспаление полости пациенту, который носит глазной протез, это было как бы такое, ну, естественная ситуация. Постоянная проблема. Нашу протез, да, он, конечно, там и засыхает, и может и раздражать, и постоянно что-то там выделяется, или усиленное слезоточение, или там какое-то небольшое воспаление, или там немножко гноя. Это было совершенно естественно, да. Как бы в кармане всегда есть какая-то бутылочка антибиотик. Антибиотик, да. И вот, когда мы начали работать, когда мы приобрели право закупать этот материал, и когда мы начали изготавливать глазные протезы, это все моментально пропало. Несмотря на то, что 200 лет технологии, все равно она вот на данный момент является одной из самых, наверное, передовых, потому что она работает и приносит пользу. Очень интересно. Друзья, мы буквально уйдем на небольшую паузу. Впереди у нас еще немало интересных вопросов к нашему доктору, к нашему специалисту. Я надеюсь, что у вас тоже. И если вы хотите сегодня попасть на прием к Валдису Валтеру, то вы можете это сделать. Клиника ВНТ, второй этаж, по адресу проспект Тайко, 141А. С 16 до 19 часов сегодня будет принимать Валдис. И можно записаться по телефону. Регистратура клиники ВНТ, 433435. Мы уходим на небольшую паузу, после чего продолжим. Поэтому оставайтесь с нами. Информационная служба Радио Радуга представляет Минута новостей Премьер Литвы призывает не драматизировать его высказывания по поводу влияния России на литовские профсоюзы. В Клайпиде по-прежнему бастуют почти 65% педагогов. Обучать детей временно отказались 26 школ. За бастовку поддержал один детсад. По словам председателя Клайпидского объединения профсоюзов, работников просвещения, Лайма и Юкнене, в городе забастовка продлится по меньшей мере до понедельника. Такого в Клайпиде еще не было. Горы, мусора до потолка, пробирающиеся через него женщины и полчища тараканов. Это зрелище предстало перед сотрудниками домоуправления 8-го дома на улице Спортиненку, которые вознамерились навести порядок в одной из квартир. Получив разрешение суда, они начали буквально выгребать мусор из квартиры. В течение двух дней в четверг и пятницу Министерство здравоохранения Литвы организует всеми международную конференцию «Здоровое старение. Возможности и вызовы системе здравоохранения», на которой будут обсуждаться аспекты здоровья стареющего общества. И в Клайпиде на улице Миниос возник пожар в пункте скупки металла. В редакцию «Радуги» поступают звонки от обеспокоенных горожан. По словам пожарных, загорелся старый пассажирский вагон. Никто не пострадал, людей просят не беспокоиться. Это была «Минута новостей». Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа только на волнах «Радио Радуга». Сегодня в Клайпиде временами осадки. Ветер юго-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха 2-3 градуса тепла. «Радио Радуга» желает вам хорошего дня и отличного настроения. Вы слушаете ток-шоу «Здоровый интерес». Сегодня в гостях у ток-шоу «Здоровый интерес» врач-окулерист Валдис Валтер. Мы это слово употребляем, потому что узнали в начале нашей программы, что оно используется в Европе, в Америке, во многих странах. Это специалист по глазному протезированию, хирург реконструктивной хирургии и тот человек, который все знает про глазные протезы, о которых мы сегодня говорим. Мы остановились, Валди, с вами на вопросе, из каких материалов делают протезы. Давайте продолжим этот вопрос. Да, сразу хочу сказать, что я… Анастасия что-то наплела, да? Я не хирург. Околористы есть и хирурги, конечно, с которыми мы очень тесно работаем, благодаря чему у нас, допустим, в Балтии или в тех странах, где я еще работаю, есть самые хорошие результаты. Когда протези вместе с хирургом работает, это самое хорошее. Так, про материалы я хотел сказать, что… Есть ситуации, когда есть сильно, допустим, поврежденные веки, когда есть большой риск того, что может выпадать протезы, что они могут повреждаться. На такие случаи у нас есть технологии по изготовлению протезов из пластмассы. О, как интересно! То есть, не креолитовое стекло, а пластмассовые протезы? Они держатся лучше? Они не разрушаются, разбиваются. В принципе, они эти дефекты никак не устраняют, но при ситуации, когда он выпал, он не будет разбиваться. Более устойчивый. Редко мы его употребляем именно из-за того, что по другим качествам своим он уступает стеклу. Во-первых, он по своему определению сухой материал, не смачивается. Во-вторых, это есть органический материал, он может влиять на живую ткань, он быстрее изнашивается. При носке протеза из пластмассовых материалов его необходимо, как правило, два раза в год полировать. Вот это есть два главных материала, с которыми мы работаем. Пробуем еще работать с силиконовыми материалами. Очень интересный материал. Для пациента он выглядит на ощупь очень достоверно. Но так как он все-таки уступает по своим другим качествам и пластмассы, и стекла, мы его употребляем очень редко. Это при очень сильных дефектах орбиты, когда полость или травмирована, или находится после многих сложных хирургических операций, есть какие-то каверны, есть какие-то места малодоступные, и тогда это все туда заливается. И вот таким образом мы помогаем пациенту. Я правильно понимаю, что это выбирает не пациент, а выбирает врач. Он советует и говорит, какой лучше и по каким причинам. Но люди, которые долго носят протезы, наверное, тоже имеют свои какие-то предпочтения. Как это происходит? Да, да. Ну, допустим, если пациент приходит как бы с направлением государственной структуры на глазное протезирование, тогда там уже иногда определяется, допустим, больничным глазным врачом или теми лицами, которые оплачивают это протезирование. Допустим, ну, стекло или пластмасса. Это редкий случай. В основном мы определяем по состоянию глазницы, какой материал будет самый лучший. Более точно, если сказать, то почти 100% пациентам мы выбираем стекло. Это самый хороший материал. Это вы уже знаете из опыта, вы уже знаете именно как... не только своего, но это и есть очень большой опыт тех стран, в которых работают со стеклом. Хочу сказать, что не во всех странах есть технологии по изготовлению протезов из стекла. Я правильно понимаю, что это креолитовое стекло или это бывают разные виды стекла или именно вот этот вид? Это есть креолитовое стекло. А где оно изготавливается в странах Балтии? Ну, во-первых, в Риге, в Сигулде, в Энспилсе, в Эстонии, это в Таллине. Сейчас начинаем работать и такой город Ахме, около Кохтлы-Ярве. Ведем переговоры с Тарту, да, и А в Литве в основном Каунасы. Но в будущем, я думаю, что в Вильнюсе будет серьезное большое отделение глазного протезирования. Ну, и также, конечно, и Клайпед. Нам тоже обязательно что-то достанется, потому что я знаю немало людей, которые, как ни странно, которые пользуются протезами. Сначала, когда я стала готовиться к программе, думаю, неужели это так нужно? А потом, когда я подумала, я поняла, что даже среди моих знакомых есть немало людей, как я уже сказала, это и люди старшего возраста, и молодые люди, и даже дети. И, конечно, если касаться именно среднего возраста, молодого возраста, очень волнует вопрос красоты. Ну, меня, как девушку, не может не волновать. Я понимаю, что если девушка оказывается в такой ситуации, то ее тоже. Насколько можно подобрать протез так, чтобы он выглядел действительно достойно, красиво, или это сложная проблема? Ну, подобрать, конечно, сложно, но так как мы изготовляем, подбираем цвета, краски, расцветы, размеры, да, и, допустим, вы, может быть, это даже не поймете, как много из всяких разных нюансов, очень важных нюансов в радужке. Да, это может и лимб, быть, это граница между ирисом и склером, радужкой и склером, да, лимб светлее, темнее, это могут быть сами радужки, очень фактурные или нежные, или иногда даже без фактуры, это потом венчик, который находится вокруг зрачка. Вы, как поэт, рассказываете об этих вещах. очень разные диаметры радужки, ну, и также важны цвет и фактура склера. Кажется, белок, он есть белок, у всех одинаковый белок, но когда ты с ним работаешь, ты видишь, что это не так. Конечно, косметика, это, ну, как бы сказать, один, черточка, один по важности, и функциональность, и косметика абсолютно важные для пациента, и потому они изготавливаются, но максимально, насколько это возможно приблизить. В основном пациентам получаются такие протезы, когда, ну, в принципе, отлечить нельзя. Нередко есть такие случаи, когда даже живя в семье, допустим, муж не знает про жену, или жена не знает про мужа. Это, конечно, речь же, но то, что муж про жену не знает, такое бывает. Я не говорю уже о коллегах или дальних родственниках, или так. Ну, естественно, потому что это достаточно такая интимная тема, и, может быть, не со всеми хотелось бы делиться этим моментом. Тем не менее, хорошо. Валдис, у нас такой вопрос, такой вопрос. Какие вы можете дать советы по использованию и по выбору протезов людям, которые, может быть, оказались в такой ситуации, или которые, сейчас послушав нас, понимают, что им надо все-таки заняться этим вопросом более глубоко? Во-первых, хочу сказать, пока я, вот, чтобы не пропустить такой момент, что к нам могут обращаться и пациенты просто по, по, в связи с хроническими болезнями, когда просто немножко уменьшается глазное яблоко и становится неэстетичной, или в связи с тем, что есть бельмо, или есть какие-то другие дефекты глазного яблока. Не обязательно, допустим, в этом случае, чтобы глаза не было. Он может обращаться. А по выборе материалов это надо всегда обращаться к окуларисту. Также я хочу обязательно добавить одну, может быть, самую важную вещь в нашем интервью, то, что, как я сказал, криолитовое стекло есть настолько уникальное и приспособленное человеческой ткани, что воспаление в полости это ультра редкое явление. И потому я сейчас как бы обращаюсь к своим пациентам и коллегам, врачам, и сестрам, которые работают с такими пациентами, пожалуйста, во всех случаях, когда есть воспаление орбиты, или это довольно, допустим, ясная этология, или чаще всего неясная этология, пожалуйста, направьте сначала к окуларисту, он абсолютно точно определит повод воспаления орбиты, потому что есть масса причин, которые могут исходить из протеза и провоцировать такие или просто воспаления, или какие-то дискомфортные ситуации, или уже серьезные воспаления. Это консультации у нас обычно бесплатные, и это сэкономит, во-первых, время, здоровье, деньги. Нередки есть случаи, когда врачи не посылают к нам, а просто выписывают рецепт. И тогда проходит время, и то не помогает, это не помогает, и в конце концов он все-таки приходит к нам, а там есть по старости из-за того, что пациент долго не менял протез, какая-то микротрещина, которая в принципе например, как одна из причин могла быть. Да, из причин. И сейчас я хочу сказать по уходу. Я думаю, что мы сейчас на небольшую паузу идем, после чего вернемся. Я думаю, что нашим многим слушателям будет очень интересно дождаться нашего возвращения и узнать, как же ухаживать за протезами. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, это Здоровый Интерес. Вы слушаете ток-шоу Здоровый Интерес. Вы слушаете ток-шоу Здоровый Интерес. Сегодня в ток-шоу Здоровый Интерес мы продолжаем говорить с Валдисом Валтером о глазных протезах. Очень волнительная, обширная, очень сложная тема, как мы успели понять за этот час. У нас остается, к сожалению, не так много времени, но мы должны закончить наш прекрасный разговор, потому что вопросов рождается все больше, и мы понимаем, что, наверное, нам придется еще не раз встретиться в этой студии, чтобы задать их все вам. Друзья, ну, а если у вас есть вопросы личные к нашему доктору, то вы можете задать эти вопросы, записаться к нему на прием. Мы надеемся, что каждый месяц будет Валдис Валтер принимать в Клайпеде, в клинике ВНТ, это второй этаж, проспект Айкос, 141А, а сегодня он принимает, примет, точнее, пациентов с 16 до 19, так что вы можете записаться на прием прямо сегодня. Телефон регистратуры 433-34-35, 433-34-35. Ну, а мы остановились на очень обширной теме уход за протезами, как же за ними ухаживать, как это происходит, на что обратить внимание? Уход за протезами совет дает окулорист. Он учитывает все, допустим, важные моменты, чтобы дать совершенно конкретный совет. это очень важно, чтобы пациент запомнил. Мы, конечно, даем инструкцию, но инструкция, она такая более формальная и как бы направлена на такой универсальность. Но при каждом конкретном случае очень важно, чтобы пациент запомнил, что надо делать. Но так для всех сразу я мог бы сказать, что уход за протезом, конечно, необходим. Если ставится протез для постоянной носки, это не значит, что его не надо выбирать, что его не надо, допустим, мыть или еще что-то с ним делать. Любой протез надо не реже, чем один раз в две-три недели, но зимой может быть, когда, допустим, чище воздух, можно реже, но в основном один раз в две-три недели надо обязательно его выбрать. При этом использовать специальные резиновые присосочки, которые с гарантией будут оберегать протез от выпадения, выскользения, потому что он обычно тогда покрытый слизью. Его надо помыть. В домашних условиях это обычно чистая кипяченая вода, протереть салфеткой, смочить и поставить обратно. Это есть минимум ухода. Если у пациента есть пластмассовый протез, тогда эту манипуляцию надо чаще делать. Плюс, как я сказал, еще специальные могут быть необходимые средства употреблять. Это какие-то или искусственные слезы, или какие-то искусственные слезы с гелом и так далее. И еще вы говорили, что их надо полировать. Да, пластмассовый протез надо два раза в год полировать. Это делается в домашних условиях или надо к врачу обращаться? Обращаться к нам надо. В популяристу надо обращаться для полировки. Все по уходу, да? Я просто боюсь остановить вас, потому что это очень важная тема. Но я уже сказал, в каждом конкретном случае это будет индивидуальный совет. Естественно, исходя из каких-то уже проблем, которые были возможны на месте поставленного протеза, я думаю, что эта тема может быть гораздо обширнее, если обсуждать ее с вами уже лично. Хорошо, а где же можно получить услуги протезирования? Я узнала, для меня это было абсолютным открытием, что есть некие законы, которые тоже описывают получение протеза и вот эту вот всю процедуру. Расскажите, пожалуйста, нам о них. Я хотел бы вот эту европейскую директиву назвать одной из, допустим, ценностей, европейской ценности, что на наших пациентов обратили такое серьезное внимание. В преамбуле закона Кабинета Министров написано, что каждый пациент имеет право иметь бесплатный глазной протез. Это значит, что в каждой стране может быть есть разные институции, которые оплачивают глазное протезирование, но то, что пациент должен это приобрести бесплатно, это факт. Пациент в Литве во-первых, может обращаться в Каунарскую клинику и там он получит полную информацию. Я думаю, что со временем в Клайпеде и Вильнюсе пациенты также смогут обращаться и получить полноценную информацию, какие документы во-первых, нужны, чтобы это оформить и где его изготавливать. Также я могу сказать, что любой литовский пациент может ехать в Ригу, особенно тем, которым ближе, допустим, Рига, чем Каунас или Вильнюс. У меня был в понедельник пациент из Пасфалес и он сказал, что он поехал именно по такой причине, что намного ближе. Но вторая большая причина есть так, что если пациент приезжает к нам, он может, во-первых, получить гарантийное письмо по оплате в клинике Каунас клинике Акио предзовимо центрос или ехать и платить наличными деньгами, получать у нас выписку, получать все финансовые документы, приезжать домой в Литву, обратиться в свою ближнюю больничную кассу и он получит 100% оплату. Вот это для меня, если честно, какая-то революционная мысль, я никогда не задумывалась об этом. это обязательно надо использовать. Когда-то давно, ну, лет 10 назад, может быть, больше, ну, в Латвии люди как бы были скромнее и, ну, как-то неудобно было обращаться и как-то просить что-то. Но сейчас, на данный момент, мы все должны понимать, что у нас есть законы, которые просят дать государству деньги, но есть законы, которые определяют, как получить деньги. вот и все это такая формальность, которую надо пациенту один раз сделать, и потом проблем уже не будет, потому что любой протез, допустим, криолитовый протез, надо менять. Это понятно, что из любого материала надо менять протез. Да, ну, там раз два-три года, да, пластмассовый протез тоже два-три года, и если каждый раз, допустим, просто платить, да, тогда, особенно, если еще речь идет о новорожденном ребенке, да, тогда это может быть очень-очень так, ну, ощущаться финансово, я думаю. именно так, именно так. Я поняла, что эта тема действительно очень обширная, и о ней можно говорить очень долго, и недаром все-таки и ваш путь говорит о том, что вы этим занимаетесь, и понимаете сами, что каждый случай рассматривается индивидуально, поэтому я думаю, что для всех тех, кому стало интересно больше узнать на эту тему, обращайтесь, пожалуйста, друзья, у нас сегодня Валдис Валтер будет принимать в клинике ВНТ проспект Айко 141А, второй этаж, телефон регистратуры 433435, также каждый месяц планирует Валдис Валтер к нам приезжать, я думаю, что вы сможете тогда запланировать тоже свой поход, чтобы больше узнать и больше получить ответов на свои вопросы, естественно, есть клиники, которые работают, как мы уже сказали, больше 20 лет, Валдис сотрудничает с клиниками Каунаса и Вильнюса, в Вильнюсе это АКЮ клиника Жюра, ну а в Каунасе это ВПЛ АКЮ протеза ВМОЦЕНТРОС, тоже, если будет интересно, можете узнать АКЮ протезой.ЛТ Ну а в Латвии, я так понимаю, что это в вашей, наверное, клинике интернет-страница ВПЛ.ЛВ кивает ВАЛДИС, и мы понимаем, что да, спасибо вам огромное за сегодняшний разговор, много всего интересного, надеемся, что не последний раз вас принимаем в нашей студии, и надеемся, что после полученных знаний наши клайпичане смогут принять правильные решения, поэтому пожелаем всем здоровья, а вам успешной работы в Клайпиде будем вас ждать. Спасибо, я очень рад такой возможности, что она, ну так получилось, что я могу говорить сразу с так много людьми. Спасибо большое. Спасибо большое, всего доброго, друзья, это был Здоровый Интерес, оставайтесь с нами. Вы слушаете ток-шоу Здоровый Интерес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok